Катим Всем привет! Сегодня мы на обзоре Berninger RD8 или RD8 Эта драм-машина копия Roland TR-808 Той самый олдскуле драм-машин на которой писался хип-хоп, электро и минимал техно Идем посмотрим Я думаю многие знают, что такое Roland TR-808 А если кто не знает, можете выключать видео Шутка, ладно, сейчас расскажу TR-808 это одна из первых драм-машин компании Roland которая была произведена в 80-х годах для того, чтобы группам или коллективам можно было обходиться без барабанщика но уже не как первые драм-машины которые программировались рифы уже встроенные а это была одна из первых драм-машин где можно было прям программировать ритм то есть такие раньше скованные условия были у драм-машин У этой драм-машины очень низкий бас-барабан то есть основной ритм, который задает эта драм-машина может звучать очень низко и потолговато с таким длинным-длинным басом и ее полюбили очень хип-хоп музыканты после чего она перекочевала в электро стиль и также она пользовалась успехом среди музыкантов которые пишут минимал техно конечно не только в этих стилях использовали эту драм-машину ее использовали где угодно в поп-музыке наверное в том числе то есть ну если так вот объективно мыслить то наверное 909 Roland это больше для техно а 88 это хип-хоп и электро после того как 808 Roland сняли с продажи многие пытались сделать клоны потому что она была настолько востребована купить ее было тяжело стоила она очень дорого даже сейчас ее можно купить наверное 1200-250 она стоит рублей вы можете попробовать ее отыскать но суть в том что многие компании решили попробовать сделать такую же драм-машину там помню Miami, Acid Lab или просто что-то там Miami какая-то драм-машина была MFB компания делала копия там 522 потом да и много в принципе клонов было 808 кто-то был с характерно другим звучанием кто-то больше похож но суть в том что эти драм-машины также стоили прилично то есть ну к 1000 евро может быть они стоили стоит напомнить что Берлингер вообще сейчас выпускает очень много клонов один из них я тестировал на своем канале это вот мой TD-3 это копия 303 бас машины от тоже от Берлингер Берлингер копия Roland только недавно вроде анонсировали что выйдет RD-9 это копия TR-909 но у меня в руках вот 808 давайте посмотрим похоже ли она на оригинальную 808 и вот я вижу первые изменения кстати тут Rhythm Designer написано на оригинале было написано то ли Rhythm Composer то ли что-то такое Rhythm Programmer Rhythm Composer по-моему или Rhythm Performer уже запутался но в общем мне нравится слово Designer дизайнер я беру все что везде где написано слово дизайнер вот шутка на самом деле эту драм-машину я взял у своего приятеля он мне удолжил не так надолго она вообще тяжелая наверное вряд ли она подойдет для того чтобы таскать ее с собой на концерты потому что весит она приличная ну полтора килограмма не знаю так на скидку потом посмотри в интернете напишу ручки у нее такие олдскульные места между ручками кстати достаточно для того чтобы пальцами тут можно было что-то покрутить то есть в принципе выглядит очень удобно на задней панели вот здесь очень много выходов соответственно здесь под каждый звук есть свой собственный выход я считаю что это очень круто для драм-машины потому что вы всегда можете сводить звук где-нибудь в микшере или на внешнем устройстве например там компьютере когда запишите все по отдельности вы можете выставить панораму а также каждый из этих звуков можно обработать отдельно короче это увеличит производительность такой драм-машины тут есть триггера для того чтобы синхронизировать ее с другими устройствами это тоже очень круто а также есть клок аут и им изначально вот эти сели гейты и клоки их было очень много на всех устройствах для того чтобы коннектиться друг с другом после чего пришел такой интерфейс миди он здесь тоже есть и эти сели клоки сели гейты ушли в но ушли короче с устройств потому что какой смысл все коннектирует по миди потом спустя какое-то время модуль асинтезатор стали снова популярны это речь сейчас идет о 2010 там и 12 13 14 года вот и на устройствах также стали добавлять соответственно вышло новое устройство какой-нибудь сви гейтом и человеку который смотрит затор очень хотел его попробовать потому что это расширяло возможности его модульной системы например можно было подключить драм-машину у меня то время было mfb танцбур это такой тоже аналоговая драм-машина от немецкой компании мэвби и там были сели гейты и даже было был еще севии чтобы управлять например ким-то фильтром то есть в принципе я ее купил благодаря тому что она имела возможность синхронизировать с евро рэк системой так ну все пойдем протестируем и так round rd-8 ритм дизайнер он имеет панель с инструментами каждый инструмент расположен вертикально и под ним есть кнопку для того чтобы можно было и управлять это зона отвечает за секвенсор здесь можно сделать например выставить рисунок а также с помощью кнопки триггер можно набить этот рисунок и записать предварительно нажав на кнопку рэк и play в этой части драм-машины можно сделать мьют каждого канала то есть заглушить его или сделать его сольным здесь слева имеется ряд эффектов это два фильтра лоу пас и хай пас фильтр зависимости от о каком положении здесь находится микшер то есть мастера аут и звук наушники также имеется такая вот функция которая называется в дизайнер она может изменять атаку и сустейн то есть звук становится более то есть как синтезатор появляется более длинный спад или резкая или плавная атака эта зона отвечает за программирование секвенсора и паттерна и этот об темп а а этот блок отвечает за темп общий за swing probability и флэм это такие эффекты они позволяют импровизировать ну и в принципе все что здесь есть на эти дорожки нельзя загружать некие сэмпл это чисто аналоговый инструмент я даже заметил когда два инструмента играют вместе они как будто бы друг другу прижимают или вот из-за вы в дизайнера который каким-то образом влияет один звук другой не скорее всего наверное это состоится так что попробуем сделать какой-нибудь ритм нажимаем play и выбираем бас барабан я вот триггером набью теперь снаер клэп это эти ручки управляют громкостью с тоном или декеем когда ритм не тот удобно переключиться в режим когда можно пошагово все изменить рим шот это кстати был выкручен акцент вот в дизайнер поменяем состояние атаку видите звук меняется как будто это компрессия что не похоже на компрессию то мы можно переключать на клонку связь классно импровизировать ну сразу хочу сказать что ручки громкости крутить неудобно гораздо удобнее когда есть фейдеры например как на tr8s так Продолжение следует... Продолжение следует... Можно попробовать выкрутить резонансы и добиться каких-то искажений. Так, ну что, попробуем сделать еще какой-нибудь ритм. Продолжение следует... Немножко покороче сделаю бочку, чтобы с Томом не ругался. Мне понравилось жемить между Конго и Томом. Можно какие-то мелодические рисунки получать. Скажу, что кнопка триггера на нечистительных нажатиях. Я, конечно, привык, как на ТР-8С. Нажимаешь легонечко, звук получается легонечко. Нажимаешь сильно, звук получается сильно. Эта секция называется акцент. Вы можете выставить тот шаг, на который звук будет делать акцент. Как бы выделяя его из всех. Вы можете программировать более длинные партии, не только в 16 шагов. Для этого нужно использовать функции секвенсора. Ну что же, мое мнение таково, что эта драмашина была создана для фанатов ТР-808. Например, для людей, у которых когда-то была 808. И вот по каким-то причинам им снова захотелось купить ее. А стоит она очень дорого. Устройство довольно скупое. В плане того, что сейчас очень много драмашин, которые позволяют использовать. Например, сэмплы. Здесь вы не можете использовать сэмплы. Устройство, которое позволяет сочетать в себе несколько драмашин. То есть цифровые устройства. Это машин драма, какие-нибудь электроны. Там целая куча как сэмплеров, так и драмашин. Вот Roland TR-8S. Например, функция сэмплера не такая. Там мощная. Но, по крайней мере, там есть возможность использовать все ТР-ки. Но звучит эта штука более сыро, что ли. Потому что, например, когда звуки друг с другом перекликаются. Видно, что это аналоговые звуки. И они как будто давят друг к другу. То ли это связано с тем, что вот сустейн так работает. Не знаю. Мне показалось, что прям вот аналог в этом тоже чувствуется. Но для многих это будет очень круто. Например, я считаю, для какого-нибудь электро. Если вы хотите прям сырятин записывать, то можно попробовать. Ну, только нужно понимать, что либо если у вас другие драм-машины, и вы используете это как дополнение, но только 808-й вы, наверное, не насытитесь. Потому что сейчас мир настолько многогранен, и упираться там в одну драм-машину, наверное, нет смысла. Себе бы я такую штуку не взял. Я считаю, что она довольно громоздкая. То есть для меня сейчас очень важный размер. Хотя и не фанатичнее, я прям к этому так отношусь. Но, например, если там всего 7 аналоговых инструментов, там или 10 аналоговых перкуссионных инструментов, то гораздо круче, наверное, купить, например, 7 или 8 модулей в EURREC. И это будет вот тоже аналог, но более компактный форм-фактор. Как я уже говорил раньше, у меня был MFB Tanzbar. Это тоже полностью аналоговая драм-машина. Мне показалось, что MFB круче, чем эта штука. Она, правда, и стоит дороже, но MFB, он не такой прям, конечно, клон 808-й. Но там такое, что типа между 808, точнее между 606 и 909. Я бы, наверное, все-таки, если выбирал бы какую-то аналоговую драм-машину, снова вернулся бы к Tanzbar. Драм-машина, в принципе, хорошая. Она аналоговая, она звучит сыро, она очень похожа на оригинал внешний. То есть, есть какое-то ощущение того, что у тебя какая-то винтажная штука в руках, хотя кнопки очень современные. Но она очень такая скупая по функциям. И я думаю, что если вы планируете ее в качестве единственной драм-машины, то это точно не такой вариант. Но попробовать можно. В принципе, если даже БУ их брать, например, там гораздо дешевле, вот, можно их взять и попробовать, подходит она вам или нет. Берлингер, когда копирует вот эти все оригинальные штуки, он преследует цель также их как-то апгрейдить, например, добавить фильтр, добавить клоки. Также вот в TD-3 был добавлен дисторшн. Мне, конечно, он не нравится, но кому-то это точно понравится, потому что когда раньше эти драм-машины, они были вообще без этих всех функций, только драм-машина, то есть только ритм. И многие люди просто начинали их модифицировать, там, вставлять в них какие-то ручки, паять, добавлять дисторшн и прочие эффекты какие-то. То есть, ну, также можно использовать педали, конечно. Вот отлично, что у TD-3 есть индивидуальный выход для каждого инструмента. И вы можете в каждый выход подключить какой-то эффект, запастись педалями и каждый выход сделать обработанным этими эффектами. И, в принципе, можно играть с этим лайв. Я был на одном лайве, это был у Хелены Хауф, такой диджокей, у нее есть проект, еще с этим чуваком. Он называется Hypnobit. И они как раз-таки играют на драм-машинах, на олдскульных, и у них есть только эффекты. И в течение там всего времени они импровизировали, и это было достаточно интересно слушать. Тут все зависит, на самом деле, от вашей фантазии. И чаще всего, когда меньше функций, вы выжимаете из этого гораздо больше. Не думайте о том, что это будет настолько там как-то плохо для вас, что она мало что умеет из звуков. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? Ну что ж, я надеюсь, видео для вас было полезным, и вы извлекли какой-то вывод касаемо драм-машины для себя. И пока!